здравствуйте мои дорогие друзья с вами марина и вы у меня в гостях я сейчас нахожусь в улице на дороге раннее утро очень раннее утро и даже не буду говорить сколько времени мне просто не спится я решила по холодку прохладе пойти в теплицу поработать ну и вышла сюда вот так выглядит наш дом с улицы снаружи не косили давно надо будет сегодня скосить здесь газончик под деревьями под кустами вот вот так смотрится когда подъезжаешь приходишь видите вдоль дорожки мне высажен шалфей и он сейчас прямо очень хорошо цветет так все и мы входим в калитку и мы входим в калитку и видим вот такую картину и не удивляюсь почему позавчера у меня два мужчины пришли к моему мужу и стояли возле калитки смотрели так обалдевшие мужчины такие люди которые чаще всего заняты какими-то важными делами как как девочки не будут ходить смотреть у кого как все устроено но если это их мало волнует тут стоят такие а сосед говорит марина вы научите мою жену как это как все красиво сделать я могу даже помочь то а когда вот так мы видим пик цветения розы ханзаланд у меня здесь девять кустов не с этой только стороны кто он впервые на моем канале я стою же у калитки у меня живая изгородь из роз я могу немножко рассказать об этих кустах им довольно много лет лет наверное уже 8 может быть нет поменьше лет шесть или семь они сначала росли у меня на даче очень хорошо росли цвели а потом когда мы купили этот дом мы очень быстро сюда их перевезли и но не первый год болели на цели долго пришивались а на второй год уже все пошло хорошо и вот здесь они уже 4 сезон это роза относится к розе колючий шейли культурный шиповник лепарковая роза можно все назвать всеми названиями супер морозостойкая не укрывная то есть ее не укладывают не укрывают наших краях выдерживает она температуру ну можно сказать до минус 30 выдерживает но у меня в суровые зимы подмерзали плохо вызревшие верхушки их весной просто после того как распускались уже почки и начинали расти побеги я просто эти подмерзшие верхушки срезала ну до 20 сантиметров высотой не больше приходилось обрезать даже суровые зимы я не знаю как поведут себя эти розы в сибири вот меня спросили будут ли они расти конечно будут может быть их пригибать я не представляю как можно пригибать и вообще серьезно заниматься такими манипуляциями с растением с ужасно колючими ветками у него живого места нет от шипов смотрите я не знаю когда я это все обрезаю и ухаживаю не бывает без травм вообще но мне и специальные перчатки очень толстые такие обливные резиной не силиконом а именно резина и вот я занимаюсь когда с розами с этими конкретно я их надеваю ну тогда повреждений меньше и жертв разрушений тоже вот я хотела вам сегодня именно это показать потому что каждый год и с нетерпением жду этих дней когда эти розы покажут себя во всей красе смотрится конечно все это очень нарядно очень нарядно живем то конечно интереснее смотреть чем на видео и не знаю сейчас как вот в этом утреннем свете на самом деле выглядит на ваших экранах эти розы они ярко-ярко-ярко алого цвета алые уже первые лепестки начали падать но еще остались небольшое количество нераскрытых бутонов сейчас у нас не сильная жара поэтому они не очень быстро отцветают все нормально с ними давайте еще туда с той стороны подойдем постараюсь медленно с камерой помните ту же самую веточку которую я вам показывал с дополнительными бутонами отрезать не отрезать вот основной цветок основной бутон отцвел уже отрезала его и четыре бутона еще только начинают раскрываться вот один то есть еще довольно долго по цветет поэтому не стоит если вы хотите чтобы вас в саду подольше цвели пионы боковые бутоны отрезать не стоит ну а вот без боковых бутонов если видите кустик сейчас отрежете и все тут уже свести нечего уже эти осыпается надо отрезать это уже не декоративно смотрится некрасиво я люблю тут поддерживать порядок давайте с этой стороны еще посмотрим лазончик тоже надо покосить ну лазончик этот еще терпит а вот впереди то перед домом уже не терпит вот как только розы опадут лепестки я буду стричь отряд все что вот нависает над газоном то что загущает верхушки отцветшие цветоносы все отрежу они сразу практически начинают выпускать новые побеги и выстреливают прямо высокими побегами но это роза не стоит вертикально куст немножко разваливается и занимает пространство вот здесь между кустами где-то метр двадцать вот между центром кустов два моих шага до приблизительно метр двадцать я так сажал вот получается 9 кустов растет и там так развалился там далеко было до забора вот вот он центр кустов это туда идет ветка видите то есть они разваливается немножко куст это розы не имеет аромата считается что не имеет ну когда цветов очень много аромат чувствуется такой тонкий свежести немножко розы вот такой я люблю этот момент я тут и жила но к сожалению это невозможно я сейчас чувствую сильный аромат чугушника хотя он тоже считается без аромата вы знаете чем пахнет арбузом и прям таким немножко подкисшим арбузом так очень навязчиво но это когда совсем близко возле куста находишься видите тоже уже лепестки падать начали красота недолговечна вот такой вот такой у меня чубушник тоже вот видите и у этого тоже такое же поведение у куста у чубушника какой у этих роз разваливается кусты ветви свисают фонтанчиком ну конечно он белоснежный как невеста прошлом году также шикарно цвел на прошлом году он мне дал всего один высокий побег а нынче смотрите прям весь кустик оброс хорошо вот ну вот здесь опять у меня цветение такое но хорошее цветение уже много цветков раскрылась это одна из моих любимец я тоже с дачи перевезла вот розариум ютерсон вот плетистая роза ну вот она тоже дала вот эти высокие плети по тяжестью цветков они не держатся даже вот на такую высоту есть плетистые розы которые держат ну хотя бы метр они держат даже с цветами это нет вот так заваливаются и все и поэтому нужно ставить опору но она все равно сейчас обещает много цветов я буду опоры ставить у меня палочки есть без проблем а потом мы сюда наверное кованую опору поставим для клематиса и для розы между ними вот так поставим и укрывать буду вместе потому что этот клематис у меня второй группы обрезки то есть его можно сохранять плети на зиму и укрывать вместе с розы и вот он зацвел вот это клематис варшавская майк и такие знаете по темно-пурпурные обшипы не зацепиться вот вы видите бордовыми но у них есть фиолетовый оттенок вот только открылись только сегодня здесь пока бутоны только наверху у него боковые тоже будут попозже растет где-то второй год раньше у меня тут светлый сиреневый роз его было даже не видно на фоне забора я думаю знаете что вот здесь где видите у меня лилии посажены я выкопаю лилии посажу еще один клематис тоже второй группы обрезки чтобы все это хозяйство оба клематиса закрывать вместе с этой розы но мне теперь нужно придумать какой цвет какой сорт клематиса купить но еще и какого цвета чтобы вот он здесь не терялся ну когда они разрастутся и будут мощно эти клематисы еще и розы разрастется да если вот так между клематисами розы там место есть поставить куванную высокую опору то с той стороны по ней будет плестись клематис а с этой стороны я буду крепить розу прямо так его распяливать на на опоре можно купить в леруа верную там есть огромные такие верные опоры ну вы знаете оно такое хлипкое я не очень доверяю давайте еще посмотрим на живую изгородь из роз сад у меня очень маленький но знаете на видео на фото он кажется большим потому что как то так интуитивно получилось что с любой точки можно делать фотографии не будет вид и будет казаться что сад большой на самом деле это не так ну конечно же как я вам не покажу свои пионы вот все прекрасно в этом сорте кроме длины цветоносов ведь поставила высокие очень сетки на них они так вот особенно вчера был небольшой дождик поэтому они не сильно так упали огромные цветы прям вообще огроменные вот такие прям очень большие роза начинает на арке зацветать уже первые цветочки открываются это будет феерия конечно очень будет красиво но я жду сегодня я вам покажу цветы на заднем дворе потому что там пионы тоже они тоже скоро начнут отцветать поэтому надо запечатлеть вот здесь белый пион здесь поменьше но здесь очень приятный размер куста то есть ну такая средняя высота хорошо держатся цветки как-то вот в кучке да не валятся на цветоносах как эти ну пусть оно будет так нет что у меня здесь еще цветет по-моему я вам обещала нет там розочка должна зацвести не зацвела дельфиниумы я обещала показать как я подвязываю сейчас покажу смотрите уже стяжки уже у меня привезли и я делала то есть вот смотрите цветонос прямо берете прямо за центр и вот как он будет на какую высоту подниматься если он видите что он уже наклоняется да не держится продолжайте его к этой арматуре не крепить этот новозеландский дельфиниум у меня дорастал и до двух и более метров поэтому я поставила такие высокие опоры а когда цветки расцветут они знаете такие махровые крупные и не видно даже это арматурины ну поменьше надо поставить и все здесь я подстригла немножко ветки убрала барбарисов вот здесь убрала ветки немножко пузыреплодников лишние особенно вот этот постригла потому что у меня прям у него склоняющиеся ветки я прям на этой розе лежал а мне надо ее освободить потому что ей же надо цвести ей нужен солнечный свет как можно больше поэтому я ее освободила вот тоже видите зацветает первый цветочек бутонов очень много здорово ждем 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 когда она тоже взорвется цветение ночи конечно розы у меня и на даче там все в бутонах розы я ездила к дочери даже знаете бутонами усыпана роза которая очень скудно всегда цвела так лилии белые они не не очень как это эффектные да вот цветочек довольно скромно все смотрится если не знать о том что это просто еще недостаточно взрослые растения лилии которые имеют такое генетическое отклонение как фасциация то есть срастание цветоносов в один и вот это более старшие косты лилии вот они здесь вот видно что здесь несколько уже такой плоский ствол несколько цветоносов вот именно это детки лилии которая у меня тоже росла на даче и там у меня были ну кусты на которых наверное 50 цветков было не меньше вот сама та луковица не сохранилась у меня но я сюда привезла детки и посадила и вот они уже начинают показывать этот объем вот ну они имеют такое название общие марле но чаще они бывают розовые у меня вот это свойство имеет белые лилии вот уже в этом году прям такой будет очень крупный букет вот но в следующем если сохранится хорошо луковичка то он будет еще больше вот я сегодня поставлю здесь либо стремянку ну не знаю либо табуретку стремянку и вот эти вот нависающие ветви привяжу туда повыше подниму карки пристегну видите потому что муж уже ходит головой задевает они сейчас расцветут еще сильнее вот так обвиснут под тяжестью цветов вот он очень много запах такой чудесный идет от сада я даже не могу понять чем пахнет потому что и розами и шалфеем пахнет и сейчас вот потрогала здесь тоже зеленью пахнет это цветы вот тут ой тут с розочками сейчас навеяла и пионы пахнут ну вообще все пионы вот эти розовые кстати вот эти они ароматные видите как они сюда заглядывают красуются лапочки еще бутон открывается еще открылся ну конечно знаете когда вот так в калетку заходят люди женщины особенно такие ааааа мне так приятно ну я хвастушу по натуре аааа вот так вот ну и у меня же ожидание сейчас вот эта роза зацветет а через пару лет такая же огромная будет вот эта роза и представьте это уже будет не просто ах это будет инфаркт микарда вот такой рубец когда вот это вот красота вот это будет такая же огромная на вот этой арке с другой стороны и вот они это нежно-нежно розовая почти белая розочка вот она видите какая тоже красиво свернутый цветок вообще очень красивый сам по себе цветок вот это сорт нью дон она может вырастать до 6 метров у меня больше четырех не было еще пока ой наверху уже то распустились вот они наверху видите вон они два цветочка первые ласточки сейчас расцветут и они будут тяжелые вот так они лягут лягут по тяжестью цветов на эту на арку и вот они через пару лет уже будут встречаться там наверху вот с этими цветами и будет вообще потрясающая картина какой красивый цветок посмотрите посмотрите какой он сиреневым отливом розовый сиреневым светящийся такой вот еще не полный распуск крупный и аромат чудесный знаете такой розовый карамельный вот ну все пойдемте туда в тот сад и это там пиончики я вам покажу пиончики уже бутоны надо ее удобрить буду заниматься полить подкисленной водой а потом удобрением 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 там фосфор и калий сульфат калия можно и там не знаю суперфосфат по столовой ложечке налейку и все и полить ежевика зацвела вот первые цветочки вот ягодки попробуем нынче ягодки вот тыкву смотрите как здорово она уже принесли мешки разложу и наверное это уже будет последняя раскладка и сегодня обкашу вот тут вокруг чтобы уже мне больше не тревожить тыкву она же сейчас начнет сюда расти и все листвую тут закрывать своими плетьями надо обкосить очень быстро растут сорняки это жуть просто какая-то вот дальше идем вот видите все надо косить уже здесь вот первая у меня ласточка зенга зенгана посмотрите вот это старый сорт еще в советские времена этот сорт вот она я ее уже сейчас сорву первую на ваших глазах сорву вот такого размера вот эту тоже сорву смотрите я подложила лапки сосновые под ягоды чтобы они были чистые ну и по этим сосновым иголкам слезнякам то не очень удобно лазить вот я вчера подходила они еще просто розовые были сегодня видите уже поспели но это еще розовые вот такие вот у меня здесь грозди этой клубники земляники только второй сезон в прошлом году у меня было всего пять кустиков ее а нынче вот у меня целая грядочка и я еще много усов раздала по соседям вот это позднее митишин тоже смотрите какие грозди прямо вот ягода будет видите какой цветет еще продолжает вот такие ягодки я специально завела советские сорта это чуть позже будет специально завела советские сорта чтобы ради вкуса а не объема промышленными сортами я уже занималась уже перехотела их так смотрите вот это у меня здесь фестивальные вот тоже какие ягодки но они еще белые вот флоксик зацвел в горшочке места ему не нашлось пока здесь много тоже кто-то листья пожрал надо бетоксибацелином обработать видите у меня здесь вообще бронзовки летают может быть они хотя вроде как видите как сильно пожраны листья вот у этой фестивальной я усы все оставила не стала их обрывать что попробуем вот эту ягодку очень вкусная ароматная цветы еще прикрыты купю он меняет тоже цвет он когда он помоложе у него розовый оттенок а старший становится становится белым это разные сорта это мертвы джентли это саланж все равно похоже у этот более ну скажем так хоть он и бледно розовый но у него розовый цвет более насыщенный чем у мертвы джентли генри бокс такс вот такой цветок огромный ярко-красный у него есть чуть-чуть сиреневая фиолетовинка но все равно он уже отцветает вот эти лепестки падают вот потрогала лепестки да красота кратковременно ничего не поделаешь вот нужно уже заниматься обрезкой обрезать отцветающие цветки так хочется уже придержать эту красоту ничего не поделаешь даже боковые бутоны уже отцветают вот у меня ремонтантная мелкоплодная земляника мы уже ее потихоньку кушаем ну по чуть-чуть и не вот она вот так вот разница да вот она вкусная сладкая-сладкая это лепестки каждый день можно собирать конечно вкус своеобразный у нее другой немножко ну тоже видите розовый розовый разные сорта как-то они у меня попали в ряд сюда это Александра Флеменко цветает уже тоже надо его почистить ой ой не помню название вот такой красивый такой знаете сиреневый цвет тоже темнее чем Александр Флеминг красивый когда вот этот куст будет взрослый большой будет здорово смотреться такими красивыми цветами яркими на кусте ой белый смотрите какой классный 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 такой аккуратненьким таким букетиком стоит прям как в вазе прекрасно цветет ну порадует еще ну все что там с цветами пока все так что у меня здесь пожалуйста здесь у меня ежевика вот вчера я досыпала землю в горшочки вот раз два три четыре ящика ну там не полных пять ящиков часть я уже отставила у меня они уже приготовлены передачи людям и вот еще остались ну так потихоньку уже люди приобретают ежевичку очень хорошая корневая система она у меня знаете уже проросла сквусь эти ящики сюда на дорожку она тут давно уже стоит и вот я вчера вынимала ком корневой подсыпала земли ну где я села но есть уже вынимать уже подсыпать некуда и поэтому нужно уже пересаживать большие горшочки ну в литровые допустим побольше размеров вот еще и ко мне есть как всегда помогает так что у меня здесь а вот зацветают розы это плетистое вот ждем покажет она свои цветы ну не фуксивые цвета вот на видео почему-то розовый вот и она меня очень порадовала она выпустила такую высокую плеть видите уже метр высотой и значит будет дальше расти надо будет ее как-то привязывать придерживать муж задумал здесь крепление сделать но пока не не дошел чтобы вот актинидию на место привязать эрозию чтобы место было расти дальше вот клематис тоже видите будто он набирается цветов скоро вот здесь он как раз тоже прям в полном цвете волжанка это тенелюбивое растение оно бывает разных немножечко сортов и кстати на стильбу очень похоже правда зацветает раньше конечно всех остильб потому что это не остильба и она любит теневое место но я буду этот куст уменьшать потому что уже ну разросся куст и мне будут розочки мешать у меня здесь роза это у меня роза жасмина видите какой будет огромный букет это крупные цветы в общем роза крупноцветковая тоже плетистая тоже видите какие хорошие плети уже дала вообще молодец самое главное чтобы было удобно укрывать и вот рядом с ней второй группы обрезки клематис который я буду укрывать вместе с этой розы все что удастся снять с этой опоры может быть там метр удастся вытащить снять может быть больше может меньше посмотрим в этом году у меня обрезанный был как по третьей группе там сантиметров тридцать всего осталось видите вот он благодарность зацвел вот ну и дальше и не нашли с этой ягодкой я ее просто сорвала там они семьи и мужа там когда он проснется эти ирисы уже отцветают многие отцвели вот вот этот только начал синенький припозднился только первый цветочек открылся ну вы знаете я вот того сорта наверное в этом году он мне решил не цвести не вижу который я вам обещала синий с голубым видите вот голубой есть вот голубой какой да красивый и синий есть и вот такой роскошный синий есть смотрите какой шикарный вот а синий с голубым нету отцветают все скоро выламывать цветоносы потом подрезать выкапывать ну я выкопаю только вот часть я наверное не буду нынче их сильно рассаживать год они еще потерпят выкопают для соседей кто просил у меня и все пусть еще живут в последнее